Пролетарии всех стран соединяйтесь именем Морозко приветствую всех вас уважаемые зрители и слушатели на нашем канале Оставил комментарий под фильмом под названием советский фильм ужасов Морозко 1924 года на канале русская академия Ну это вот от Сундакова все идет, там порой достаточно интересные видосики и фильмы межуют Тогда вот в описании к столетию фильма Морозко это краткометражный фильм снятый 1924 году на студии Межрапом Русь Режиссером Юрием Жалюб... извините с буквами не все мне видны, потому что у меня телевизор не все передает Желебурдским, о фильм основан на русской народной сказке Морозко Это первый советский фолк-хоррор местами жуткий и сюрреалистичный Я бы не сказал, что это прям фольк-хоррор, но тем не менее Интересный комментарий оставил юзер XE, короче он вот перед вашими глазами И пишет он, был, а не ужас, умели снимать хорошие фильмы при Сталине Конечно, Йосиф Виссарионович еще был не при полной власти, но хорошо Я решил дополнить уважаемого комментатора Токмотут 1924, еще дедушка Ленин жив, так что надо добавить и при Сталине, и при Ленине Камарадеса Татьяна Пичиофф, вот написано, да? Она дополняет. Ленину же нет. Согласно официальным данным, этот фильм вышел в свет в апреле 1924 года, а Ленина не стало еще в январе Я дополняю, но делали его при живом Ленине То есть, естественно, наверняка вы все знаете, что продакшн фильма и постпродакшн, он не выходит сразу же, как только это все заканчивается Обычно там проходит месяц-два, подготовка определенная И здесь она пишет, да, согласно, в этом вы правы Плюс написала, вы с большой буквы Уважительно относится, видите? То есть, на самом деле, я заметил, что на канале Русская Академия, да и, в принципе, у Сундакова Достаточно вежливая аудитория и среди женщин, особенно, вот, привигулируют, так сказать, дамы Которые стремятся к своим корням, к родовым, к общинам, то есть, к этому коммунизму Ну, не первобытному, естественно, но мы стремимся к тому, что было вначале, к нашему корню Но у нас развиваются средства производства, растет база, она становится более высокотехнологичной И, собственно говоря, да, да, то есть, уже на пороге коммунизма мы все еще в этом дерьме капиталистическом ворочимся В эксплуатационном строе, неважно даже, как он называется Потом оставляет комментарий Рустом, ну, вот он написан у вас на экране Вышел свет в апреле, а снимался, хотя, думаю, Сталин и Ленин тут ни при чем Ага, лично писал сценарий и следил за съемками, думаю, ни Сталин, ни Ленин не в курсе были Она отвечает, Татьяна Это он вообще-то мне написал, но, тем не менее, по-моему, мой коммент, может, удалился, а может, я не ответил, не знаю Это вы могли бы сказать про нынешнее время, когда у нас власти ни сном, ни духом о том, какое безобразие на экраны выходит А тогда была жесткая цензура и контроль во всех сферах Поэтому и Ленин, и Сталин наверняка знали все об этом фильме до его выхода на экраны Иначе бы он даже и не вышел Да, советская власть, советская партия очень строго относилась к фильмам, к культуре Потому что поэт, он заранее не знает, что нужно массам И поэтому над поэтом всегда должна стоять руководящая роль стражей государства, которые допускают определенные границы его творчества И направляют творчество поэтов, художников, письменников, творцов кино, артистов, музыкантов и так далее Потом она пишет ему дальше Разумеется, они оба не имели прямого отношения к этому фильму Но только благодаря их одобрениям этот фильм вообще вышел на широкие экраны Абсолютно верно Ну а тогда, понимаете, фильмов выходило не так уж и много, как, например Сейчас тоже не сильно-то много выходит По сравнению с той же Индией, где 2000 фильмов в год где-то клепается Ну минимум полторы тысячи, кажется Тысяча точно минимум, да? Я лично не знаю, давно не следил, но там какие-то квоты были сумасшедшие Там денег ворочается больше даже, по-моему, чем в Голливуде Хотя Болливуд это некая такая как бы выдумка Но кто-то говорит, не выдумка Не знаю, не проверял Так что говорить, что они ни при чем, весьма неосмотрительно Я и дополняю Да, знали и проверяли Сейчас тоже есть цензура Только фильмы специально делают такими, чтобы держать массы в страхе и тупости А вы что думаете, что вот там наверху вам не просто так же выдают фильмы, которые не содержат пропаганды человеческих отношений Логического, правильного построения мыслей Какой-то доброты, какой-то надежности Какого-то осознания себя с коллективом Таких фильмов вообще нет Вот сериал, который, пацаны, вышел недавно, да? Он изобилует желанием коллективной жизни Но это коллективная жизнь, коллективное объединение подается через призму сволочности и бандитизма А потому что капитализм это бандитская в данный момент система Она утратила полностью свою прогрессивность И он вообще в сути своей не является эффективным, как оказалось Это болото можно было обойти Но славянский и русский мир и ежи с ним причастные другие национальности И нации, народы Национальность и нация не одно и то же, и тем не менее Они все-таки решили вступить в это болото как-никак Хотя могли просто посмотреть, получить этот зрительный опыт, так сказать И его запечатлить и дальше двигаться Но получилось так, как получилось Рекомендую посмотреть этот советский фильм ужасов Я его еще сам полностью не просмотрел Мне интересно обычно посмотреть, что люди пишут об этих фильмах Потому что я приблизительно понимаю, что там будет показано Ну и так как я по профессии режиссер Я обычно знаю, что там будет в следующем кадре И как оно должно идти Хотя удивления тоже бывают, случаются На этом все Благодарю всех за внимание Сила в пролетарской правде